Всем привет! Доброе утро! Вернее, добрый день! Я уже с работы пришла, даже не переоделась. Сразу пошла к Чуче, сменила ему... Сменила ему паласы его. Сейчас вот эту грязюку надо пропылесосить. Вот. Да, у нас сегодня такая погода шикарная. Просто вообще класс класса. Ой, надо ему еще и воду сменить. Вот. Я сегодня накрашенная. Ну, вы меня всяко увидели. Так, ладно. Рука нужна. И пойдем сейчас с вами котлеты лепить. Я в предвкушении. Знаете, я когда не крашусь, у меня почему-то постоянно чешутся глаза и слезятся. И такое ощущение, что они какие-то опухшие. С чем это связано, я не знаю. Может быть, это не только у меня, так может быть еще у кого-то. Но вот правда, смотрите, нормальные глаза, да, ничего. Ну, постоянно как-то чешутся. А когда накрашенные, может быть, это уже что-то там психические отклонения какие-то. Хрен его знает. Но вот всегда так. Так и хочется вот так вот сделать. Знаете, а когда они накрашенные, вроде бы как знают, что они накрашенные и туда лезть не надо. Ты пой. Ой, блин, он поет. Сегодня стал петь. Темно еще было, знаете, часов шесть, наверное. Он как начал петь. Я говорю, что с ним случилось? Тем более, он меня уже ночует здесь на балконе. У нас ветра нет на улице. Ночью 15-16 градусов. Он вот так вот, знаете, я за ним заблюдаю. Он вот так вот перья распушит, голову запхает вот так вот себе под мышку и сидит. Нормально сдимует. И, в общем, и утром, как начал петь в шесть утра, думаю, ву, блин, что ему не спится-то? И вот целый день, целый божий день он поет. Сейчас применяет вот там пипика. А так муж говорит, ву, блин, попался нам, наверное, этот самец, от которого детей делают. Ну, канарейки же за свое пение, как бы их, да, славятся. И вот, говорит, кстати, вот эту вот штуку он очень даже прелюбил. И классно им это. Надо ему ванну купить. Что-то у него хвост какой-то грязный. И вот он целый день туда-сюда, туда-сюда скачет. Он вообще не спит. Поет и поет и поет. Но когда сюда приходишь к нему, кстати, у меня штаны расстегнутые, я так, знаете, бегаю, полураздеваюсь. В общем, когда к нему приходишь, он не поет. А этот лежит там на диване, смотрит, ревнует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кубачок. Добавила оливковое масло и чеснок. Котлетки мои. Сейчас добавлю воды. Так вот, прибавим, чтобы все это закипело. Добавлю сюда лавровый лист. И перец горошком, если я такой найду. Ну, думаю, что найду. И оставлю все это тушиться минут на 10, наверное. Будут обалденные суперские котлеты. Блин, как это вкусно будет. Просто, просто жесть какая-то. Какая-то жесть. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. Так, начинает запитать. Убираем огонь. Так. Перец есть горошком. Соловей. Накидываем. И все это закрываем крышечкой. Ой-ой-ой. Огонь все-таки, наверное, сильный. Еще раз уберем. Сейчас я туда еще капусту. Я ее предварительно почти что отварила. Потому что кабачок, он быстро готовится. Поэтому, а тут у меня, смотрите, что. Хо-хо. Ленивые хачапури. Короче, у меня тут процесс идет. Вот, в 6-8 рук. Но я все успеваю. Вы тоже так готовите? Первое, десятое, второе. У меня там чеснок горит. Тут котлеты убегают. Тут делаю эти, тевтельки, в общем. Это для, на заморозку котлеты пойдут. Сейчас в морозилку отправлю. Когда они заморозятся, я их просто в пакет перекину. В общем, да, тут у меня трэш такой, что мама не горюет. Ну, вроде бы все под контролем. Духовка заряжается. Заряжается. Сейчас обмажу это. Я первый раз делаю такие хачапури. Я, знаете, в Москве попробовала хачапури. Я, кстати, была, скажем так, недавно в Москве. Кто не видел видео новенькие, там есть, если можете поискать. В ноябре, в декабре я была в Москве. И там, вот я все время, знаете, смотрю всякие истории с Россией, еще что-то. Все эти хачапури лопают. Блин, я никогда в жизни их не ела. Мы зашли с сестрой в хачапурную, или как там ее назвать, и попробовала. Мне понравилось, знаете. Поэтому решила... А вчера я нашла рецепт, не нашла, увидела в одной влогерше тоже. Вот, такой легкий, простой. Думаю, а что бы не сделать? А вдруг получится? Вот сейчас с вами и посмотрим. Катлеты готовы. Ммм, как они пахнут нереально. А тем временем готовим тик-текки. Они уже поджарились. Я не обмахиваю ни в муке, ни в чем на свете. Просто вот так обжариваю. И сейчас просто добавляю соус, который я приготовила, томатный. Вот. На вкусный цвет. Это потом можно и с макаронами, и с гречкой, и с чем хочешь. Здесь жареные томаты с луком, с перчиком. И вот так вот все это заливаем. Это много, наверное, получилось. Перемешиваем и оставляем тушиться минут 15 на мелком, но слабом огне. Можно добавить орегано или орегано, как оно там. По-вашему, по нашему орегано. Вот. И будет очень-очень вкусно. Оставшийся томатный соус можно благополучно отправить в морозилку. И будет у вас соус такой вот. Я стал и все. Кстати, мои овощи уже пожарились. Это нереально вкусно. Ммм. А котлетки перекладываем в кастрюльку, чтобы это отправить все потом в холодильник. И заливаем вот этим соусом. Но лаврушку выбрасываем, потому что она дает горечь, если мы ее оставим. Как это нереально вкусно. Как муж не любит? Дурак, что ли? Он вообще не понимает смысла в еде. Причем тут то же самое, только в томатном соусе. Вы так делаете? Котлетки. Смотрите, все это вот так поливается. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Кто-то и в кастрюльке потом еще тушит. Но у меня они на сковородке тушились. Получаются такие нежные, вкусные. Ммм. У меня там хачапури просто готовится. А то бы я уже полопала. Ого. Им еще немножечко осталось. Еще немножечко, еще чуть-чуть. Мой обед, в принципе, готов. Одна котлета для Чарли, две мне. Эти тоже готовы. И хачапури сейчас покажу. Вот так выглядят хачапури. Тут я уже... Типа так же делается, да? В общем-то сыр, может быть, другой надо. В общем, будем пробовать. Надо было соли побольше. Вкусно. Не настоящий хачапури, но все-таки. Я тут картошку жарю, может, потому что он лучший-то не будет. Мои эти, как их называют, кабачок, скажут. Сама ты его же. А я знаете, что вспомнила? На что похоже хачапури? Я ему уже сделала без яйца. У нас в Меркадоне продаются, он называется, пандекесу, сырный сыр. Сырный сыр. Сырный хлеб. Вот прям вот очень похоже. Только в Меркадоне вкуснее. Да, поэтому, как бы, пахнет нереально вкусно. Я себе кофе сделала, слышите? Так целый день. Целый божий день. Хорошо, что... Ну, я знала, что так... Я, вернее, даже хотела, чтобы так было. Чтоб вот так он пел у меня из балкона. И он действительно поет. И мне совершенно не мешает. Прям громко так, знаете. Даже иногда телевизор перекрикивает. Вот. Я балдею, короче. Кофе сделала. Сейчас буду досмотреть Матухари. Чего-то чая не захотелось. Захотелось именно кофе с молоком. Такой разбавленный. Ой, разбавленный. Не вареный, а... Ну, вы поняли. В общем, вот так вот. Ну, что-то спать хочется. Наступила жара. И вот такое явление у нас очень часто. Открытое окно и забывают закрыть. У меня тоже было такое пару раз. Ну, с машиной ничего не случается. Никто ее не угоняет. И все в... Ну, конечно, смотря какая машина. Все бывает. Я впервые в этом году иду в одной майке. Представляете? И мне совсем не холодно. Ветер такой есть небольшой. Ветер. Ветерок. Но он совершенно не холодный. Такой кайф вообще. Дома даже это попрохладнее. Ну, как обычно, в принципе. И лежала такая даже эта. А потом пошла за бельем. А там такая жара наверху. Вообще конец. На улице тоже. Время такое. Время 5. На улице еще никого нету. Выступает такое время, когда все на сиесте. И никто не вылазит на улицу. Потому что жарко. Часов 6-7. Все начнут спортом заниматься. Ну, а я в спортзал в 6. Тоже спортом заниматься. Не знаю, скоро лето. Летом, конечно, я в спортзал не буду ходить. Надо же на море ездить. В какой спортзал? Так время быстро летит вообще. Надо же как-то планировать. И с Чарли в 5 вечера. Но в 5 часов уже ходить гулять это нету. Потому что очень жарко. Я когда хожу здесь, гуляю, встречаюсь с одной девочкой. Она русскоговорящая. Ну, девочка, женщина уже. Блин, ветер дует. Не знаю, сейчас я туда пройду. Слышно, не слышно меня. И вот она очень полная была. Прям полная, полная. И вы знаете, в Испании сделать операцию по уменьшению желудка. Это бесплатно. Нужно пройти психологов разных, разные анализы сдать. В общем, там не просто пришел и там типа отрежьте мне желудок. Нет. Вас должны там обследовать разные. Ну, чтобы вот после операции вы опять не начали, как говорится, жрать. Ведь желудок это же мышца, которая растягивается. Вот. И после всяких этих тестов уже направляют на операцию по уменьшению желудка. Все это бесплатно. Ну, естественно, по очереди. Ну, вот она сделала эту операцию и потеряла. Вы знаете, я говорю не о каких-то там 10-15 килограммах, а где-то, ну, не знаю, может быть, килограмм 50. Вот так вот она потеряла. Прям ее теперь не узнать. Естественно, она занялась спортом, питание правильное. То есть, знаете, это не просто там отрезал себе желудок и все. И спи спокойно, да, жри дальше и ничего не делай. И вот держит себя в руках. И прям вообще здорово. У нас тоже одна есть родственница в семье. И она очень полная. Вообще там вообще крах. Уже не может даже и вставать нормально. И все. И вот все ей говорят, иди, типа, сделай. Но, знаете, на это нужно прийти самой. Чтобы я много раз говорила, что похудение это дело рук только самого себя. Никакие уговоры, никакие там это тебе не помогут, если ты только сам не решишь похудеть. Она просто не хочет. Она питается мало, но, знаете, всякой фигни. Картошку фри, всякие сладости, вот это вот ест. И то есть там уже просто до безобразия себя довела. И просто опустила руки и уже не хочет ничего делать. Да, в ее ситуации очень сложно. Потому что там даже если похудеешь, то там вся кожа обвеснет. Там уже просто пипец будет что. Я не знаю просто. Знаете, я никогда не аплодирую людям, которые похудели. Типа вот, ммм, они такие герои, нифига, ничего подобного. Потому что мы сами все это нажираем. Правильно? А зачем нам потом хлопать, когда мы все это скидываем? То есть, когда мы нажираем, нам никто не хлопает. А когда мы все это скидываем, вот какие мы молодцы. Мы вот, сила духа у нас какие. Да, нифига подобного. Поэтому я никогда никому не аплодирую, кто похудел. Типа, вот ты молодец. Как пожрать, так ты не ты молодец. А как похудеть, молодец. Нифига подобного. Вот это я просто к тому сказала, что в Испании вот такие вот операции делают. Все это возможно и бесплатно. Так же, как и знаете, по изменению пола тоже есть операции бесплатные. Если там психологи и все такое выявят, что у вас действительно существует такая, скажем, проблема. И вот что у вас неполадки генетические, я так скажу, или еще что-то. То да, это тоже бесплатно делают. Насколько я знаю. Может, уже отменили, но не знаю. Но вот по желудку, да, это бесплатно. Представляете, как здорово. Хотя, с другой стороны, не знаю. Ты знаешь, все в твоих руках. Все в твоих руках. Все в твоих руках. Ожирение, похудение. Все это можем мы исправить. Если, конечно, это не какая-то болезнь. Там есть уже много разных болезней, от которых поправляешься и от которых от тебя вообще ничего не зависит. Вот. Ну, там опять есть разные медики, которые тебе в этом помогут, мне кажется. А все в остальном там. Уменьшение желудка. Сами мы его растянули, а потом уменьшаем. Блин. Вот так вот. Немножко вам рассказала. Только пришла, друзья, какой позорняк. Стыдова. Вообще ужас. В общем, я сейчас такая после спортзала, после сумбы, после тренажеров. Пошла в душ, как обычно. Стала разуваться. И гляжу, что на левой пятке кроссовка. У меня какашка. А я там бегала, прыгала. Надеюсь, никто не видел это безобразие. Да ладно, там не видел. Не чувствовал. Где я влезла? Ой, хорошо, хоть это сумба, и это не другие какие-то виды спорта, где надо там ложиться, там, знаете, на кроссовке. А то бы я везде вся была в говне. Извините, что есть. В общем, вот так вот, друзья. Пойду сейчас я наверх мыть кроссовок. Не буду же я ходить. Красивая такая и вонючая. Красивая, вонючая. У меня тут робот Вася работал. Теперь иди. Иди, он, наверное, вырубился. Устал работать. Вырубился. Надо его зарядить. Он на улице так хорошо. Теплее, чем дома. Представляете, как здорово, что можно в ночнушки обычные ходить. Ладно, потом. Чуча спит, а я его разбудила. Извиняюсь. Пердоньте. Я тут себе спортивную одежду сушить повесила, чтобы завтра все было готово. К труду и обороне. Мне сегодня готовить еду не надо. Только сейчас убрать всю посуду. Более-менее перемылито. Оставлю. Кстати, муж одобрил вот эти хачапури. Говорит, это ты хлеб сделала? Я говорю, да. Он говорит, какой вкусный. Я говорю, вот так вот. Я еще не то могу. Блин, батарейка садится. Я чуть-чуть подзарядила, но она за раз опять садилась. Чего не зарядила, когда уходила? Вот, ладно. Сейчас я это буду все убирать в холодильник, чтобы не пропало. Потому что же жарко, жара началась. И еды у нас опять, как всегда, на месяц. На неделю. На ужин клубнику себе намою. Клубники дофига. Надо плиту сейчас только помыть. В общем, да, вот такие дела. И машинку стиральную нужно поставить. У меня там халат теплый надо тоже постирать. Он уже не актуален. А что ты за мной хочешь? Что ты все ходишь? Ходишь, ходишь. Блин, я знаете, штраф-то все еще не оплатила. И залила его сегодня вот этой вонючкой. Вот эта вот вонючка у меня. Что-то у меня лежит, лежит. Я все не оплачу и не оплачу. Руки не доходят. Надо платить. И вот он у меня вот таким стал. Смотрите. Так вот. Весь вжирный. Зараза. Пахучий зато. Ладно, сейчас я подзаряжу немножечко, а то сейчас 100% вырубится. Приготовила себе ужин. Что это тут такое? Клубника, блин, она портится так быстро. Вообще, прям не успеваю ее съедать. Мандаринку слопаю. Чай заварила. Это банан с чем-то. Банан с вишней, естественно, с чем может быть. И вот смотрите, у меня вопрос к вам. Я на десерт съедаю вот эти вот мороженое кокосовое. А вот эти штуки мне прям вот жалко их выбрасывать. Что с ними можно сделать? Я даже не знаю. Есть кто-нибудь такие девочки-рукодельницы? Что с этим можно сделать? Прям как-то выбрасывать жалко. Прям тарелочки какие-то. Смотрите, они прям так хорошо вычищены. Вот их помыть. Ну, вернее, они мыты уже. Я имею в виду, поел, помыл. И вот такие вот. А что там дырка, что ли? Или это блестит? Так, а нет, дырки нету. В общем, дырки нету. Прям тарелки так, слушайте, набрать. Гостей пригласить и так вот им подать что-нибудь, да? Или что из этого можно сделать? Даже не знаю. Но выбрасывать 100% жалко. Я в таком один раз посадила кактус. Даже не знаю, что из них. Пишите в комментариях, что можно придумать с этим. Ведь можно же что-то придумать. Или выбросить все-таки. В общем, я пошла лопать клубнику. Мы, наверное, уже объелись этой клубнике. Она меня уже так не восхищает. Знаете, хочу, чтобы скоро миспера пойдет. Миспера это мушмала. Вот прям жду не дождусь. Вообще люблю вот эти фрукты такие. До темпурада. То есть, сезонные фрукты. Скоро черешня пойдет, друзья. Черешня. Скоро будем жрать. Я ее обожаю. Кто любит черешню? Я прям помню, ее полкило, наверное, в день сжирала. А вот я же пару недель назад покупала. Она такая бяка трава травой. Она, кстати, арбузы видела. Кстати, у того марокканца. У него арбузы вот такие надо завтра купить. Я, блин, знаете, у меня проблема какая. Я выхожу из дома без денег. Вот. Думаю, нафиг они мне нужны. А потом такая мимо фруктового магазина прохожу. И всегда что-то хочется. А денег-то нету. Надо завтра с тобой денежку взять и купить четвертинку арбуза. Потому что там один арбуз у него такой здоровый, длинный. В прошлом году были очень вкусные. И надо завтра зайти к нему и купить арбузика. И полопать. В том же тоже это. Попил, поел, все вместе сделал. В общем, такие вот планы. Чтобы не забыть. Денежку взять. А то же я из дома урок. Я, знаете, такая лежу, лежу. Всегда смотрю телек. Потом уже подрываюсь. Сумку нужно быстро собрать. Нужно туда, сюда. В туалет же нужно сходить. А прям вот перед последнюю минуту. В общем, да. И времени не хватает ни на что. То есть, бежишь, сломя голову, с собой ничего не берешь, кроме Чарли. Тима, я рада. Сидит там такой, ждет своего часа, своей чучи. На тебе рыбку маленькую, блин. Я еще кроссовок не помыла. Я пока тут убралась немного чурешни. Ой, клубнику помыла. Блин. Брова этот штраф, он пахнет. Вот этой вонючкой. Все, сегодня какой-то день вонючки. Ладно. Всего самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока. И до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok